Привет всем! Сегодня мне очень доставила прекрасная оля-ля, прислав мне текст, восхитительный текст, называется «Гейша, пылающая хризантема». Текст принадлежит Перу Евгения Головина. Как я поняла, это довольно известный российский эзотерик. Правда, я о нем никогда не слышала, но я подозреваю, что это просто потому, что я не очень интересуюсь эзотерикой в целом и российской эзотерикой в частности. Текст прекрасный, он великолепен тем, что практически ни одна отсылка, которая в нем указана, вообще не работает. То есть я не нашла ничего. Он начинает, начинает Головин, сейчас я прочитаю вам первое предложение, вы поймете. Знаменитый в Европе японский философ Судзуки в очерках под зан-буддизму определил гейшу как существо, постигающее поэтическое совершенство тела. Ладно, Судзуки действительно существует, правда, на самом деле есть не один японский философ Судзуки, конечно же. Ну хорошо, давайте попробуем сейчас ввести очерки по дзен-буддизму. Очерки по дзен-буддизму. Очерки, во-первых, это очерки о дзен-буддизме, имеется в виду, конечно же, дайсетсу Судзуки, насколько я понимаю. Я, кстати, сказать читала, проблема заключается в том, что в них... С какой бы стати в них было про гейшу? По очерках по дзен-буддизму. Гейши и дзен-буддизм – это непересекающиеся сущности. И что же, да, существо, постигающее поэтическое совершенство тела. Это очень не характерно для Судзуки выражение, но ладно. Я сейчас... У меня просто нет под рукой очерков по дзен-буддизму конкретно. Я её читала давно-давно, я уже не помню, честно говоря. Но очень сомневаюсь, что там присутствовала гейша. Просто потому, что Судзуки дайсетсу такими вещами не интересовался. Ну ладно, это только начало. Потому что... Дальше Головин даёт ссылку на два стихотворения о гейше. Одно принадлежит великому поэту Бащёл. Да, именно Бащёл. То есть я подозреваю, что это всё-таки Бащёл. Но он... Поливанов он не для тонкой эзотерики. И ещё другой поэт Иссу. Оба стихотворения... Не гугляться вообще никак. Все ссылки выходят исключительно на Евгения Головина. И честно говоря... Я очень сомневаюсь, что... И Бащёл, и Иссу стали бы писать такие стихотворения. Я вам их сейчас процитирую. Это Бащёл. Четыре цветка в саду. Роза, две гортензии, красная хризантема. Красиво. Да. А вот Иссу. Любит утолять жажду из лужи. Никогда не видит фонтана в доме своём. Что это? Это потрясающе. Я говорю, я ввела эти два стихотворения в гугл, и не вылизывало ничего. Реально ничего, кроме текста Евгения Головина и многочисленных ссылок на него. Из чего я делаю вывод, что таки нету таких стихотворений у данных поэтов. Но это не единственное откровение, с которыми нами поделился Евгений Головин. То есть вот он знает стихотворения великих поэтов, которых нигде нет. Может быть, они ему прямо прямиком сверху надиктовали их. Кто знает. Но это только начало, потому что в тексте присутствует ещё очень много весёлого. Вот следующая строчка. Японцы отличаются церемонной вежливостью и стараются её сохранить даже в сумасшедшем темпе современной жизни. Зачастую прощание гостя с хозяином длится дольше, нежели самый визит. Как оно всё в Японии-то тонненько? Если издатель не хочет публиковать какую-либо книгу, он скажет автору приблизительно так. Глупая типография недостойна вашего шедевра. Мы поищем достойного каллиграфа в Японии, а если понадобится, пошлём курира в Китай. Я не поняла, зачем им каллиграф, если это типография. Ну ладно, допустим. Но автору явно никогда не отказывала японская типография. У меня отношения с японскими типографиями имеются. К счастью, я не пыталась к ним ничего пристроить, но мне даже критические письма доводилось им посылать. И нет. До таких высот вежливости они, увы, не поднимаются. А в каких выражениях отказывают японские университеты, когда ты им что-нибудь присылаешь на публикацию, это особый разговор. Но дальше это вершина. Следующая фраза, она просто вершина. Изящество японского. Если нетерпеливый клиент срывает одежду с гейши, срывает, она поднимет брови. Вот он с неё срывает одежду, вот так вот, она такая... Вы застенчиво, как вулкан, скованный снегом и льдом, оставляя клиента задачу начесать затылок. Задачу начесать затылок клиент будет, наверное, в лучшем случае на улице, в худшем случае он его будет чесать в полицейском участке. Но не волнуйтесь, автор дальше нас успокаивает, что эта одиозная вежливость присутствует в Японии далеко не всегда и не везде. Ну то есть только в том случае, если вы имеете дело с японской типографией, с японской гейшей или с японским хозяином, к которому вы пришли домой. А так, не волнуйтесь, не везде. Если вы на рыбный рынок придёте, там свапи будут обращаться проще. Дальше. Японцы в основном буддисты. В основном. Ну то есть автор признаёт, что кроме буддизма в Японии ещё что-то там есть, наверное. Так вот, эти в основном буддисты выбирают одно из трёх направлений пути. Из трёх. Уже интересно, да? Дзёда, Дзен или Нитирен. Да. Три направления пути. Если вы удивились сейчас и подумали, а где остальные школы, то это не о школах. Это автор говорит именно о трёх направлениях пути, потому что вот что дальше у нас. Сейчас в тёмный, тяжкий, вещественный период им предпочтителен резкий дзен или работа с материей. Нитирен незаменим в общественных и политических контактах, но для каллиграфии, фехтований, медитаций и любви характерен Дзёда. Если вы сейчас не поняли, в чём прикол, то просто возьмите Дзёду, Дзен и Нитирен и замените их, допустим, на католицизм, православие и протестантизм. И получится. Сейчас в тёмный, тяжкий, вещественный период им предпочтителен резкий католицизм. Православие незаменимо в общественных и политических контактах, но для каллиграфии, фехтования, медитации, любви характерен протестантизм. Смысла будет не больше, поверьте мне. Потому что никаких трёх направлений пути в японском буддизме не существует. Дзёду, Дзен, Нитирен — это школы буддизма, и у них нет никакой связи ни с общественными и политическими контактами, каллиграфией, фехтованием, медитацией, любви. Нету просто. Это направление буддизма, блин. Это направление буддизма. Ай, боже мой. Ладно. Я даже не могу объяснить, в чём тут разница, в чём разница между направлениями пути и школами буддизма, потому что, я говорю, нет никакой связи между тем, что здесь написано, и реальностью. Это глюки. Это просто глюки. Церемонная вежливость входит в мировоззрение Дзёда. Весьма и весьма нам чуждо. Какое мировоззрение Дзёда? Дзёда — это учение чистой земли. И какая церемонная вежливость? Как она может входить в религиозное учение, которое вообще не о том? Ну, ладно. Здесь совершенно отсутствует понятие цели, достижения цели. Ау! Извините. В Дзёда отсутствует понятие цели, достижения цели. То есть, переродиться в чистой земле — это не цель. Это отсутствие цели. У тебя нет цели. Всё, я сейчас, честное слово, я сейчас возьму, позвоню какому-нибудь из своих знакомых священников Дзёду, то ещё лучше Дзёда, щенчу, потому что у них всё ещё круче. И скажу, чувак, у тебя нет цели, ты понял? Ты не хочешь достичь чистой земли. У тебя нет цели на самом деле. И ещё у тебя церемонная вежливость. Да. Дальше. Здесь не размышляю, это оправдывает ли цель средства или нет. Да. Именно так. Такое ощущение, что в данном случае автор перепутал Дзёду с Дзеном, потому что это есть такое представление о Дзене, что цель в Дзене просто не существует, мы медитируем просто, чтобы сидеть. Да, щекан, тадза. Если ты начинаешь думать, хочу просветлиться, хочу просветлиться, хочу просветлиться, то ты нифига не просветлишься, не достигнешь сотворения ни при каких условиях. Теоретически это можно сказать о Дзене. В Дзёду есть конкретная цель. И ты её вполне себе достигаешь. Есть размышления насчёт того, если ты читаешь Нэмбутсу, с каким настроением ты должен это читать. То есть, Нэмбутсу, Нэмбутсу, Намуамитабутсу. Вот, повторяешь, каким настроением ты должен это читать. И, конечно же, лучше, чтобы ты не думал, опять же, хочу в чистую землю, хочу в чистую землю, а читал, потому что это, что называется, веление твоего сердца. Но, тем не менее, как раз в школах Дзёду очень чётко определена цель. Она вообще в буддизме определена невероятно чётко. Я не знаю, куда чётче определить цель. Но я даже не знаю, зачем я это объясняю, потому что это какая-то фигня. Потому что... Ну... Бесполезно об этом говорить на материале... На таком материале, на материале такого замечательного текста, который весь навеян исключительно глюками автором. Так, ладно. Дальше там куча всякой белиберды с непонятными отсылками, непонятные трактаты, которых вообще не существует. Для того, чтобы понять, насколько всё плохо... Вот. Вот вам пассаж. Обучают в школах гейш по методике Дзёда, учитывая женскую специфику, которая называется фубзу. Девочки, нужно достигнуть уровня пылающей хоризонтемы, полагает Джуси. Джуси, да, Джуси. Ладно, хорошо, при чём здесь вообще китайский философ? Это хороший вопрос. При чём Дзёда, китайский философ? Ну, оно же где-то там всё правильно, где-то там в Азии. Ну, и гейши там же где-то в Азии. В трактате о пылающих хоризонтемах, он это полагает, Джуси. В 1804 году написан трактат о пылающих хоризонтемах. А теперь хотите прикол? Джуси умер в 1200 году, а в 1804 он написал трактат о пылающих хоризонтемах. Ладно. Вы уже поняли, да? Дальше. Я не буду это всё читать целиком, я не могу. Это дикий бред. Это дичайший, ужасный бред. Но здесь ещё присутствует некий знаток японской культуры Кеннет Уильямс, которого не существует на самом деле. И его работа «Food Zoo in Japan Art of Education» нет такой работы, нет никакого Кеннета Уильямса. Кеннет Уильямс единственный, который вообще существует Кеннет Уильямс, это английский актёр. Никаких японистов Кеннета Уильямса просто нету, не существует. И этот Кеннет Уильямс, несуществующий, пишет, пишет про некие специальные школы, куда принимают девочек восьми, девяти лет, десяти лет, ну и так далее. Ой, боже мой. И там, значит, в этой системе «Food Zoo», что это вообще такое, учитывается эротическое воспитание в школах японских, боже мой, эротическое воспитание. Ну, так, ладно. Давайте так. В чём тут, в чём тут проблема? Проблема в том, что всё это, все отсылки практически, практически все вообще отсылки, которые здесь есть, все упромянутые трактаты, они или высосаны из пальца, или их не существует, или они существуют, но в них написано вообще не о том. Это альтернативная реальность. И я не знаю, сейчас уже трудно сказать, автор давно умер, в 2010 году, и очень трудно сказать, зачем он это написал. Он действительно считал, что оно примерно так есть. Или я не знаю, или это троллинг. Очень трудно сказать, но проблема заключается в чём? Проблема заключается в том, что это расходится по интернету, люди это читают, люди искренне считают, что примерно так оно и есть. Никто, конечно же, не пойдёт читать Судзуки, никто не будет перечитывать этот Джуси, который написал трактат в 1804 году, спустя 600 лет после своей смерти, боже мой. Ладно. никто не будет это рассматривать. И просто верят. И потом мы встречаем прекрасные пассажи, смеяться или пакать. Это очень смешной текст, я дам ссылочку, почитайте непременно, но учитывайте, что всё написанное в этом трактате это бред и глюки. Но он смешной, он очень смешной. Если вы встречаете что-то подобное, тем более написанное эзотериками или кем угодно другим человеком, который не давал клятву писать правду, правду и только правду, и который вполне может основываться на своих глюках, проверяйте цитаты, проверяйте, хотя бы забейте в гугл, посмотрите, что вообще вылезет. И только потом постите ссылки на такую красоту. Спасибо тебе большое, о-ля-ля. Ты была права, я очень сильно посмеялась, мне это очень понравилось, это прекрасно, это великолепно, восхитительно. Это греет моё японийское сердце, и религиоведческое тоже очень греет. Я теперь знаю, что выбирать надо между трёх направлений пути, дзёду, дзен, тирен, выбирать, по всей видимости, с считавочкой, эники-беники ели вареники, и дальше всё будет хорошо, а не тирен незаменим в общественных и политических контактах. Хорошего вам чтения, дорогие друзья. Извините за столь сумбурное представление, я ржала, и мне было очень хорошо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова